здравствуйте уважаемые друзья попросили меня мои друзья изготовить для спиннинговой рыбалки снасть из стримеров которые очень уловистая для ловли окуня плотвы щуки как вы видите величина их разная вот такая вот связочка допустим мельче чуть крупнее еще крупнее когда самый большой водится за самым мелким окуня очень сильно провоцирует на поклевку поэтому я хотел бы вам предложить вариант такого же стримера как его обозвали мои друзья курочка но в огруженном варианте давайте приступим для вязания я использую крючок номер 8 10 можно использовать практически любой вот такой вот формы крючок изготовлен он будет как обычно из остатков тех материалов которые большинство вязальщиков выбрасывает промажем немножечко место у загиба и свинец который я промотал для хвостика у меня вот есть остатки такого пера пуховая часть обыкновенного пера которая курина используется если у вас есть марабу индюшина любое другое пожалуйста можно мех все что угодно нам самое главное обозначить точку атаки подровняли посмотрели на величину нашего хвостика приемлемый и крепим вот так примерно я его не общипываю не обравниваю после двух-трех поклевок окуня он у нас становится очень симпатичным и красивым для сегментации тела у меня оставались вот такие остатки резинки силиконовой я ее здесь же буду крепить и буду сегментировать тело можно проволокой как вы захотите мне захотелось так закрепили для изготовления тела я буду использовать остатки вот такой фольги из упаковки креплю ее здесь же и теперь для того чтобы мое тело было более симпатичным и не проявлялась при намокании свинец я аккуратненько вот так вот пройду сейчас ниткой доходим до колечка сделаем парочку узлов чтобы наша нить нам не мешала и оставим у колечка промажем немножечко цевьё клеем и проведем намотку нашим нашей пленочкой как я уже говорил ее можно хорошо натягивать подтягивать главное не зацепить за жало чтобы не повредилась если у вас такого материала нет можно спокойно использовать люрекс который у вас имеется в наличии закрепили остатки отрезали и теперь в натяжку с равным шагом я начинаю сегментировать тело тело дошли до колечка и здесь закрепили для ворлышка я также возьму совсем немножечко наших перьев если нет можно использовать другое перо обмотка сделать как вы сочтете нужно я в частности это использую вот такой вариант безотходные подровняем совсем маленькую щепоточку для того чтобы обозначить место как же наших плавничков и притяжной петлей прихватываем наш перышко прихватили посмотрели отлично и теперь для формирования крыла я буду использовать мех песца довольно таки мягкий и подвижный предварительно удалив подшерсток совсем совсем небольшую щепоточку я беру белого меха удаляем длинные поломанные и убираем подшерсток вот у меня получилось вот такая худенькая кисточка я ее вымерял значит мне необходимо так чтобы мое крыло доходило почти до края моего хвостика остатки отрезаем промажем немножечко клеем и закрепим материал следим за тем чтобы у нас он строго был сверху и никуда наше крылышко не уходило вот так пару виточков будет достаточно посмотрели вполне достаточная длина и теперь я возьму еще небольшую щепоточку вот такого меха песца черного если у вас допустим не будет для контрастности можете использовать остатки перьев павлина или же взять черный люрекс и сверху уложить это укладывается крыло для обозначения будем говорить в верхней части рыбки малька которого мы изображаем и для этого только лишь нам понадобится наш черный мех вымеряем длину он должен быть немножко длиннее нашего белого для того чтобы более удобно мне было крепить мех я промажу место крепления и промажу вот так сам кончики меха и здесь следим за тем чтобы было у нас четко по верху крепим наше крылышко сильно не усердствуем посмотрели длины нам достаточно можем приступить к креплению нашего блестящего элемента в качестве блестящего элемента я буду использовать остатки кристалл флеш которая довольно таки хорошо играет в воде добавляем совсем немножечко закрепили переломили и расправили поверху остатки отрезали для того чтобы мех мне в дальнейшем не мешал я как всегда его беру убираю вот так вот клеем повторю повторю при попадании в воду пару проводочек и наш клей вымывается полностью из нашей мушки теперь я немножечко подкрашу нитку чтобы не менять и здесь сделаю завершающий узел нанеся немножечко клея на нить после высыхания клея я нанесу парочку капель лака и наша мушка наш стример готов к работе как вы видите нет большой сложности в его изготовлении достаточно прост удобен и в то же время очень результативен вот он выглядит у нас вот так благодарю за внимание до скорых встреч до встречи до встречи до встречи от Продолжение следует...